Вообще-то мне нравится настольный теннис. Я люблю выигрывать там. Вот я была на соревнованиях, вот в победе. Вот я пока ничего не выигрывала. Девятилетний Матвей Сорокин ничем не отличается от своих сверстников. Учится в обычной школе, любит математику и чтение книг, мечтает победить на соревнованиях. А когда вырастет, стать врачом. Правда, каким еще не определился. Отличает его от одноклассников лишь встроенный кахлеарный имплант. Мальчика в год и семь месяцев проимплантировали. Он родился абсолютно глухой. И к годам, наверное, я так предполагаю, к пяти он уже был равный своим сверстникам, а то и раньше. Трудно представить, что этот ребенок мог быть глухим. А вот он будет дальше врачом, он хочет быть врачом, и он будет врачом. Потому что он эту проблему чувствует особо остро. А между тем остро в России стоит вопрос наличия в регионах сурдологов и сурдопедагогов. На Алтае таких всего два, при необходимых семи. Такой проблемы нет, к примеру, в Санкт-Петербурге. Именно оттуда и приехали специалисты пообщаться с алтайскими врачами, педагогами, родителями детей, чтобы помогать в решении возникающих проблем. Одну из них довольно острую озвучила депутата КЗС. К примеру, на какие средства восстанавливать ломающиеся на слуховых аппаратах датчики. Чтобы это было оплачивалось, потому что это не оплачивается федеральными средствами и краевыми средствами. Будем подходить, смотреть, с какой стороны. Или мы инициативу будем писать федеральную в нашу Госдуму, в правительство, для того, чтобы именно помочь таким детям. А это выходит где-то в год около 50 тысяч рублей. Если что-то ломается, у них это нужен ремонт. Гости из Питера уверены, большую роль в адаптации слабослышащих и глухих детей к нормальной жизни играют родители. Именно они должны вовремя заметить, что с ребенком что-то не так. То есть ребенок не разговаривает, то есть сверстники уже развиваются полноценно, а ребенок может наблюдаться задержкой развития речи. И, соответственно, в этой ситуации это очень часто такой маячок, и родители начинают переживать, начинают искать причины, почему ребенок не разговаривает. И, соответственно, они обращаются к сурдологу. И там уже проводится диагностика, где мы можем выявить снижение слуха и, соответственно, посоветовать уже те методы реабилитации, которые применимы в данной ситуации. Специалисты из Питера осмотрели всех желающих получить консультацию, особенно детей, чьи родители планируют установить своим малышам кохлеарные импланты. На данный момент детей с имплантами в крае 200 человек. Но глухих и слабослышащих год от года становится все больше, отметили врачи. Говорили на встречах и о нехватке реабилитационных центров для таких деток. Гости из Питера все вопросы и предложения, которые были заданы на встрече в Барнауле, планируют направить федеральным властям, где, кстати, уже обсуждают, как сделать более доступной помощь сурдологов в регионах. Возможно, для этих целей будут переучивать лор-врачей. Татьяна Губубева, Дмитрий Денисов, День с толком.